Привет! Добро пожаловать на мини-курс, который называется «Парфюм. Фатальные ошибки и эксклюзивные лайфхаки для жизни и бизнеса». Что вы получите после просмотра и выполнения небольших, коротеньких домашних заданий этого мини-курса? Во-первых, вы поймете, какие ошибки не стоит совершать при выборе парфюма. Это сэкономит ваше время, деньги и нервы. Во-вторых, вы поймете, какие ошибки не совершать при работе с клиентами, особенно для тех, кто продает парфюм. Третье, вы посмотрите и мы с вами разберем возможные способы заработка на нишу парфюмерия. И четвертых, мы рассмотрим с вами реализацию в парфюмерных профессиях, таких как парфюмерный стилист, аромодизайнер, парфюмерт и эксперт парфюмерии. У вас в мини-курсе будет 5 уроков. Первый урок будет про топ-5 ошибок в выборе парфюма и к чему это приводит. Второй урок, мы с вами посмотрим пирамиду аромата и почему она является уловкой маркетолога. Третий урок, мы разберем с вами топ-5 ошибок в работе с клиентами, на которых вы не дозарабатываете или теряете деньги. Четвертый урок будет посвящен парфюмерному этикету. И немножечко поговорим про парфюмерный гардероб. И в пятом уроке мы с вами посмотрим реализации и способы заработка в нише парфюмерии. Итак, давайте мы познакомимся наконец-то. Почему я обучаю парфюмерному искусству и кто я такая? Меня зовут Валерия Нестерова, я парфюмер, основатель своих трех проектов в направлении парфюмерия. У меня есть собственная парфюмерная лаборатория в центре Москвы, Alphactory Lab. У меня есть мой бренд парфюма, который сейчас находится на стадии перезапуска в Европе, потому что я живу на Лазурном берегу во Франции. И третий, мой самый главный проект, это онлайн-школа, в которой я обучаю профессии парфюмерии. Все это на государственном уровне. Про мое образование. Я химик-технолог парфюмерно-косметических производств. Многочислено обучалась парфюмерии у парфюмеров и в разных странах. В Таиланде, в России, Франции, в Америке в том числе. Мой опыт работы и бэкграунд, он релевантен производству парфюмерии и косметики и работы со спецификациями. И когда-то, я исполнила, несколько лет назад, я исполнила свою детскую мечту. Обучилась и закончила институт, который называется ИСИПКО. Также стажировалась в парфюмерной маркетинговой компании в ГРАССе. Кто не знает, ГРАСС это столица или родина парфюмерии. Про собственные достижения я вам уже сказала. Единственное, что добавлю, я много коллаборировалась и коллаборируюсь, участвую с разными брендами. То для них создаю ароматы, то формулы парфюмов, то провожу мероприятия по аромамаркетингу, то выступаю как блогер и делаю обзоры их продукции. У меня очень сильные ученики, выпускники в их квалификации, кто действительно прошел весь курс до конца и получил удостоверение гособразца. Их ждут, чтобы с ними работать, чтобы с ними сотрудничать. У меня сильная и дружная команда. И есть великая миссия подобрать, показать для каждого из тех, кто интересуется нишей парфюмерии, уникальный путь развития для денежной и творческой реализации. А еще я могу сказать, что я тот человек, который сбыл свою детскую мечту. А быть в парфюмерии, но при этом не работать в парфюмерном магазине, не быть консультантом, заниматься творчеством, поступить в институт, иметь пассивный доход — все это у меня есть. И мне очень хочется передать все эти знания, чем я владею и вам, и вам в том числе. Итак, начинаем, погнали. Этот мини-курс — это топ-5 ошибок в выборе парфюма и к чему это приводит. Сразу будем разбирать ошибки, поэтому слушайте внимательно. Кому нужно, фиксируйте себе для записей, потому что это будет полезно и, возможно, даже ново. Первая ошибка — иметь только один парфюм. К чему это все приводит и почему это плохо? Да, я соглашусь, что есть различные цитаты о парфюмерии, которые говорят, один парфюм на все времена, или парфюм — это автограф личности. Но так было десятки лет назад. Сейчас времена изменились. Мы не ходим в одной и той же одежде. Мы редко носим одни и те же аксессуары. И парфюмов тоже должно быть несколько у современной девушки, которая следит, и мужчины, которые следят за своей реализацией, успехом в социальной среде. И эта история, да, вот почему я говорю, что несколько парфюмов должно быть, потому что это история эмоциональной проявленности. Есть еще одна цитата, известная парфюм — это эмоции во флаконе, потому что вдыхая аромат парфюма, мы тут же переносимся в какое-то эмоциональное состояние. Одни парфюмы вызывают у нас эмоции радости, счастья, прилива сил, как правило, это цитрусы. Другие ароматы у нас вызывают ощущение какой-то томности, нежности, чего-то чувственного. Еще одни парфюмы, допустим, молекулы, они вызывают ощущение какой-то чистоты, полупрозрачности, как будто в таких парфюмах хочется их нанести и эффективно поработать. Каждый парфюм несет определенную эмоцию. Так вот, это даже не ошибка, это, скажем так, недосмотр того, как вы можете раскрасить свою жизнь, сделать ее ярче, сделать ее намного эффективнее и быть более успешным в своих реализациях благодаря правильному подобранному парфюму. Потому что парфюм — это эмоция, и это ароматная эмоция, которую вы наносите на себя, и она имеет двустороннее воздействие. На вас самих формируя состояние, вы нанесли, допустим, женственный парфюм для розы с розочкой, да? Роза — это символ женственности в ароматах. И если ваше проявление женственности актуально, да, куда вы, чем вы занимаетесь, допустим, вы идете на встречу с любимым мужчиной, на свидание, да, или вы в кругу семьи, это уместно. А если вы идете на работу, и ваша задача — быть сконцентрированным на делах, выполнять все четко и эффективно от «а» до «я», то эта розочка вам будет мешать. Соответственно, дела будут идти хуже, да, вы где-то будете менее эффективны, мысли в голове будут про романтику, да, про женственность, но не про работу. Это то же самое, как прийти на работу в воздушном, легком, романтичном платье, да, если вы работаете за компьютером в офисе в IT. Это будет абсолютно неуместно, не по дресс-коду, да, и плюс вы как-то себя все равно будете некомфортно чувствовать. Моя задача — показать вам возможности использования парфюма не абы как, потому что он понравился, а уже по-умному, для того, чтобы он был той самой палочкой-вручалочкой, которая дарит вам вот это состояние волшебства, когда у вас все ладится, все делается, все спорится, и работа, и личная жизнь, и в кругу семьи, и ваша проявленность, да, и вообще настроение каждый день хорошее. Поэтому идея в идеале — иметь целый парфюмерный гардероб. Но мы об этом еще поговорим дальше в уроках, что это такое. Вторая ошибка — это выбирать парфюм только по стойкости. К чему приводит данная ошибка? К погоне за яркими, насыщенными ароматами, где преобладают ноты шлейфа, но при этом, скорее всего, не находите какого-то удовлетворения от аромата, который выбираете по стойкости. И зачастую, вот ко мне, когда я работала на различных выставках, продавала парфюм, ко мне зачастую приходили покупатели и спрашивали, а это парфюм в стойке, а этот в стойке. И вот такое впечатление складывается, что как будто бы стойкость — это единственный критерий, по которому выбирают парфюм. Если мы вернемся и посмотрим немножко на несколько десятков лет назад, когда было актуально использовать парфюм, самый стойкий, самый насыщенный, тогда люди мало следили за гигиеной и выбирали парфюмы, такие, которые перекрывают запах их собственного тела, потому что не мылись. И важно было, чтобы он долго, длительно держался, если они куда-то поехали, подошли, чтобы не носить с собой кучу разных флакончиков. То есть вот тогда парфюм должен был быть стойким. Сейчас, во времена, когда мы несколько раз в неделю, каждый день обычно моемся, принимаем душ, освежаемся, освежаем одежду в том числе, меняем несколько раз одежду на дню. Дома в одном образе, на работе в другом, на свидании в третьем и так далее. И нам важно под этот образ подбирать парфюм, то есть подбирать ароматную эмоцию. И таким образом мы можем варьировать и чередовать парфюм в течение дня, иметь разные эмоции. И таким образом критерий стойкости парфюма абсолютно пропадает, потому что, во-первых, а, мы можем обновить парфюм в течение дня, б, мы можем менять и жонглировать парфюму в течение дня. Ну и еще один момент, который самый важный, почему стойкие парфюмы многим не нравятся, разберу на своем примере. Я тоже раньше когда-то гонялась за стойким парфюмом, и мне казалось, чем более стойкий парфюм, это же круче. Представляете, да, я его нанесла, на утро проснулась, и я в этом же аромате. И, конечно, сейчас-то смешно мне в такой стереотип верить, но я понимаю, откатываюсь несколько лет назад и понимаю, да, что у вас пока нет другой картинки мира и другого представления. И я помню, я выбрала для себя тогда очень стойкий, насыщенный парфюм, и нанесла его объемно, нанесла его на еремную впадинку, на свою куртку с мехом, на волосы. И этот парфюм держался у меня несколько дней, три дня. Я не могла отделаться от этого аромата. А почему? Потому что он превратился уже в монотонное звучание, ушли верхние сердечные ноты, мы еще поговорим, что такое пирамида аромата. Остался только база, шлейф аромата, самые плотные, тяжелые, насыщенные молекулы, и они начали меня подбешивать. Вот этот монотонный шлейф, обычно он плюс-минус одинаковый у всех стойких парфюмов. И опять же, зачем за этим гнаться? Ведь вся красота красивого вот этого аккорда, звучного, которая была заключена в сердце, пирамидой аромата, она прошла. Парфюм я не обновляла, потому что мне и так было насыщенно и ярко, и стойко. И вот в этом во всем монотонном звучании однотипном ходить несколько дней, я не нашла в этом привлекательности. И тогда я начала сомневаться на тему того, что, а нужен ли вообще выбирать парфюм по стойкости. И когда стала знакомиться с парфюмерным этикетом, изучать его с парфюмерными ингредиентами, я поняла, что вообще в выборе ароматов очень много стереотипов, с которыми, если ты будешь к этому относиться в здравом уме, по-умному, разбирать все, то ты можешь составить для себя целый парфюмерный гардероб. И никогда не гнаться за стойкостью парфюма, потому что у парфюмеров, скажу вам, это не считается критерием качества. Вспомните хотя бы ради интереса. Есть у нас различные туалетные воды, есть мисты, вуали для волос, которые абсолютно нестойкие, люди их покупают. А почему? За счет красивого аккорда и за счет уместности. Третья ошибка – это растирать парфюм на запястьях. То есть мы нанесли парфюм на запястье и начинаем его таким вот образом растирать. Это ошибка к чему приводит? К тому, что парфюм в результате не раскрывается у вас объемным шлейфом. Вы таким образом, растирая парфюм, сбиваете его шлейф раскрытия, которое могло бы быть, растирая его между двумя запястьями. И, да, особенно при дегустации в парфюмерном магазине, когда вы хотите продегустировать несколько парфюмов на коже запястья, вы таким образом нанесли на один, растерли, вы испачкали два запястья. Хотя могли бы нанести один парфюм, подождать, когда он, спирт, быстренько выветрится, это буквально 5 секунд. И затем просто послушать его звучание. И на второе чистое запястье нанести уже для дегустации следующий парфюм. Так вот, еще скажу, что на запястье, когда его растираете и кажется, что да, мы в таком аромате пошли в мир, ваше запястье находится ниже уровня талии, ниже области, где происходит коммуникация с другими людьми, в области головы. Поэтому наносить парфюм как бы ниже области головы, ну такое, нерелевантно, потому что он не долетает до собеседника. И он до вашего носа в том числе не долетает. Плюс, да, постоянно, когда мы носим одежду длинным рукавом, кучу браслетиков и руки очень часто моем в течение дня, все здесь быстро слетает. Поэтому, во-первых, не вижу смысла растирать парфюм на запястьях, если мы говорим про спиртосодержащие парфюмы. И, во-вторых, наносить, в принципе, на эти запястья в современной жизни не так-то уж и необходимо. Двигаемся дальше. Четвертая ошибка – это ничем не пользоваться. И, как говорила Coco Chanel, девушка, которая не пользуется парфюмом, у нее нет будущего. Или она очень сильно в себе самоуверенная. И такая, вроде, противоречивая цитата. Хочется поспорить, доказать, что это не так. Ну зачем доказывать, когда можно посмотреть на это все с другой стороны. То есть, если мы берем успешную девушку, успешного мужчину или человека, который хочет добиться чего-то в обществе. Допустим, построить карьеру, либо найти себе жену, либо найти мужа, либо же завести семью, детей, либо быть реализованным в тусовках, много путешествовать. То есть, здесь парфюм, опять же, как ароматная эмоция, приходит на помощь для того, чтобы нам пребывать в нужном эмоциональном состоянии. То есть, когда мы ищем мужа, нам хочется быть легкой, флиртующей, такой задорной, манящей. Поэтому здесь нам помогут определенные ноты создать это впечатление. Если мы идем на работу, устроим карьеру, нам поможет что-то другое, уже другие ноты, которые обладают вот этим направленным звучанием, которые позволят нам быть деловым сотрудником. А также, помните, я говорила вначале, что парфюм — это двусторонняя эмоция, которая воздействует на наше состояние, мы в него входим. И с другой стороны, окружающие люди это считывают. Они могут даже не отдавать себе отчет, какие ноты они там слышат, почему они это слышат. Но это молниеносная реакция. Обратите внимание, от человека, которого плохо пахнет, вам захочется сбежать, скорее уйти и перестать с ним общаться. Почему? Потому что от него исходит такой запах, который невыносим. А если от вас пахнет не только хорошо, но еще с определенным воздействием, то, соответственно, вы можете формировать определенные впечатления в глазах ваших собеседников. Быть более деловой, быть более романтичной, быть более свободной — это позволяет вам добиваться успеха в обществе. И опять же, возвращаясь к словам Coco Chanel по поводу того, что девушка, которая не пользуется парфюмом, очень в себе самоуверенная или не имеет будущего, это вопрос про социальную реализацию, реализацию в обществе. Если вам нравится и вы хотите быть успешной девушкой или мужчиной, то без парфюма в современное время не обойтись. Однако не стоит ошибаться при его выборе, пользоваться критериями стойкости, выбирать один парфюм на все случаи жизни. Подход нужно менять и делать его по-умному. Мы двигаемся с вами к пятой ошибке — это покупать парфюм по пирамиде аромата. Мы ее с вами подробным образом разберем во втором уроке. Но здесь я вам скажу, к чему это все приведет, к чему эта ошибка приводит. К тому, что вы можете испытывать огромную неудовлетворенность при покупке аромата. Зачитали ноты, которые есть в пирамиде, подумали, окей, аромат, наверное, ванильный. Вот какой был опыт у меня. Мне казалось все время, что я люблю ванильные ароматы. И я везде раньше, во времена, когда мне было 20 с лишним лет, был не такой большой выбор нишевой парфюмерии, плюс было не так еще можно было достать какие-то эксклюзивные ароматы, а мне очень хотелось. И я всегда сидела на сайтах и смотрела пирамиды аромата. И по ним выбирала парфюмы. Также читала отзывы, конечно же. Тоже расскажу в следующем уроке про эту ошибку, с чем она связана, почему это плохо. В общем, что получалось. Выбирая парфюмы по описанию, по пирамидам, я все время, блин, ошибалась, все время такая, ну да, прикольно, ну что-то не то, вроде как-то не мое, вроде не очень, вроде там не то. Здесь не то. Потом, в конце концов, я узнала, что я, оказывается, не ваниль люблю в ароматах, а другие ноты. Да, это ноты ириса. И это для меня была целая вселенная. Да как так? А я верила вот в это, а оказалось то. И к чему это все привело? К тому, что у меня была куплена куча однотипных парфюмов с ванильными нотами, которые мне не нравились, и я сливала деньги на бюджет, ну, деньги на покупки. То есть более 100 тысяч рублей было потрачено впустую на парфюмы, которые тоже еще на минуточку имеют срок годности. И когда ты все это осознаешь, да, что эта покупка влечет за собой такое легкое разочарование, что ты купил кота в мешке, вроде бы, да, он понравился, один раз одела, дальше это все стоит на полочке. Если посчитать, сколько парфюмов там вы не используете, вот купленных таким образом, то это порой бывает целое состояние. Да, жалко, хочется вот, ну, и быть обладателем этих флаконов. Особенно, когда этими историями парфюмов зачитываешься, то, конечно же, становится обидно вот это все приобретать таким образом и складировать. Во втором уроке мы подробным образом с вами разберем, в чем заключается ошибка подбирать парфюм по пирамиде аромата и как нас с вами обманывают маркетологи. А сейчас дам вам проверочное задание, небольшое, в виде теста под видео. Какие ошибки вы допускали до знакомства с данным уроком? Жду вас в тесте, жду вас в комментариях и увидимся с вами во втором уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!